Телерадиоканал Страна ФМ 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 там контакте вроде как увидишь девчонку посмотришь в этом мы не знаю поэтому расскажи про печально подробнее я думаю тут уже и даже заинтересовал что далее тоже об этом нет просто ты приходишь куда-нибудь на там на встречу шикарные девчонки да фотки вроде все так думаешь вот может быть уже это и она приходишь а там вообще не она вообще не она сейчас то я уже знаю как все эти фотографии делаются но вам то не знать потому что как вы ведете свои странички в инстаграме это я считаю просто можно книгу по вам писать и всем учиться это очень красиво спасибо спасибо мы не специально так просто само получается конечно у вас же сегодня историческое утро понедельника ребят потому что вы наконец-то сообразили и наконец-то придумали что вам надо не только жить вместе в логе снимать путешествовать но и петь и стали коллективом союзом под названием вода ваня дашь правильно да все это вообще вот как мы хотим в историю все-таки вы возникновение творческого союза так правильно будет называть кому идея в голову пришла или обоим сразу вообще кто сгенерировал все это дело слушай ну вот мама меня тоже спрашивала я не нашла что ответить да так что давай отвечай сам все получилось довольно таки на мой взгляд уже логично да потому что я выпустил альбом в середине того года выпустил там все треки которые хотел выпустить все это прошло очень хорошо для меня да не так может быть широко зашел этот альбом то что он был более музыкальным не таким прям трендовым и коммерческим вот но я как бы свою миссию выполнил слушай прекрасно выполнила потому что мы наслаждались твоим треком и твоим клипом и в эфире страна fm и ты у нас было еще пока что не в составе союза а просто как ваня чабанов да да и получается затем это был ну лето того года все мы поехали в там путешествие какие-то путешествовали я что-то там писал придумывал и у меня накопилось уже много демок и мы получается в октябре до сентябрь или октябрь были в амстердаме значит удачно очень там гуляли в амстердаме все нас было хорошо ели вкусные вафли ели вкусные логийские а селедку тоже и мы получается чего-то ночью уже в гостинице просто валялись и я бы слушай дайте поставлю демки у меня есть разные демки хочу чтобы ты послушала и начал включая включая там одно второе третье он говорит нет это все не то что не подходит что просто вы понимали у нас с ванькой расходятся музыкальные вкусы то есть я выросла в одной среде там среди джаза фанка соула ванька больше это в клубной вообще музыки клуб поп дедушка слышал мой шансон поэтому я вообще не знал что такое там хорошая музыка до 20 лет пока в москву не переехал вот зачем ты так сейчас с шансом потому что у нас абсолютно мы были на разных полюсах ребят давайте знаете как договоримся у нас будет история ваша сегодня полностью но в нескольких частях сейчас ненадолго прервемся у нас будет песня там рекламкой и вновь друзья мы вернемся к вам и продолжим это телерадиоканал страна fm доброе утро доброе утро друзья страна fm первое во всем вот не успел творческий союз вода собраться и вот случится как они уже эти ребята чудесные у нас утром в гостях рассказывают о том как все произошло и мы остановились на очень пикантном моменте когда ночь в амстердам до выросший на шансоне ваня и на более там качественной музыки даша решили объединиться да и то что в перерыве рассказать вот не надо повторить сейчас в нашей памяти в общем и мы послушали демки и дошли говорит слушай вот эти прям прикольный несколько мне понравилось она прямо сказала я думаю а я даже не обратил внимание как раз вот одна из демок это было на тот момент еще просто напитана ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла вот этот трек с первой крыши и все и потом мы вернулись в москву я что-то писал делал и у нас именно в тот момент из-за того что у нас развивался очень хорошо инстаграм прямо вот пошла совместная деятельность нас начали очень много вместе приглашает на мероприятие разные бренды приглашать на поездку можно просто добавлю я просто если честно я не думала о возвращении к музыкантской карьере ты шучу вообще вот так где вопрос то я серьезно вам говорю да то есть после серебра ты решила что все с меня очень нравилась блогерская история я очень много ездила у меня были в месяц несколько так сказать блогерских гастролей в разные страны мира даже в разные страны мира с крутыми брендами то есть об этом тоже хотелось подробнее поговорить мы как сейчас туда перейдем нет нет я думаю что я думаю что я быстро за завалом договорить мы же первые в нашей стране слышим эту историю про ваши возникновения поэтому да и получается у нас как-то так все объединялось и мы думали так как мы развивающий активный инстаграм думали сначала в инстаграме сделать музыкальный сериал такой мюзикл мы подумали блин никто такого не делал давай попробуем сделать мы же оба музыканты и можем это круто реализовать начали думать уже какие-то сценарии пробовать писать и поняли что это настолько вообще трудоемко сложная затратно-денежная команда большая и мы подумали блин а зачем нам делать мюзикл давай просто сразу как бы и знаешь каким что еще послужило толчком что нам написали запрос на почту о совместном выступлении хотя у нас даже не песни ничего мы выкладывали какие-то видосы что мы там где-то пели вместе вот нам говорят ребята типа мы летом хотим чтобы вы у нас выступили спели там несколько песен мы такие были а у нас нету да да мы такие задумались может быть стоит попробовать и в тот момент мы поняли что реально вместе мы можем сделать намного больше чем по отдельности так как-то знаете так прикинули всю эту жизнь когда у одной своей истории у другого своей истории каждым типа занимается что-то где-то и в итоге у нас так объединился менеджмент и мы летели из риги тоже из блогерской поездки в москву сидели в самолете я просто что-то как-то крутил в голове думаю блин как это может называться были нас какие-то варианты там вообще смешные какие у нас было мы хотели мизикл назвать лемур тужур но это так мы посмеялись вот и в итоге мы летим самолете думаю слушай вода прикольно и как там так у нас дальше даже больше не было никаких вариантов нам сразу понравилось и все и мы начали мыслить в этом направлении и сразу думать как мы это будем делать что мы будем делать и получается с конца того года вот мы уже поняли что мы будем вместе и начали готовиться уже к первому релизу и потом уже придумалась португалия трек с первой крыши вот эту отдельную историю мы даже наверно тоже рассказать нашим слушателям и зрителям потому что во первых ее никто не слышал и мы хотим эксклюзива от творческого союза вода во вторых это очень интересно а в третьих мы же уже видели клип на вашу песню мы уже его показываем мы уже слушаем песню в эфире страны fm и это очень-очень красиво но сегодня мы так обычно у нас такая официальная пример потому что вы у нас гостях сегодня так мы увидели конечно но я думаю что мы проложим очень скоро друзья несколько минут перерыв и мы к вам вернемся доброе утро новый творческий союз вода сегодня у нас в гостях эти ребята еще в вот в этом составе не были ни на одной радиостанции ни на одном телеканале поэтому стране fm очень очень приятно что вы сегодня пришли проснулись ради нас давайте про капсульный отель в котором вы переночевали перед эфиром поговорим чуть позже а сейчас к песне который мы сегодня будем ну так как мы сказали официально премьерить хотя она у нас уже в ротации на стране fm расскажите про первую крышу в общем ты придумала музыку получается уже давненько это был конец того года когда дашуль искал вот эта хорошая идея можно над ней поработать то жена сказала муж хорошо ну да она так типа лайкнула я сидел на студии перебирал какие-то демки думал что что делать и просто был этот набросок я сел за один вечер прям накидал дашуль как раз была еще в какой-то блогерской поездки и я когда написал я просто скинул демку там же уже напел ну ее партию таким фальцетом что примерно раскидать и понять где написал текст вот ну отправил я думаю блин понравится не понравится она конечно у меня очень строгий критик правда прям очень можешь да вот даже так прям ну у нас да критикнуть как следует да могу мы не очень а можно я маленькую пометочку даже когда ваня был на гриме дарья лично контролировала вот процесс нанесения тонального крема и бровки не нравились то светлое это темно то есть все аспекты вани на жизни они у тебя так под каблуком да либо не то что под каблуком в смысле я визуал под контролем я визуал и хорошо как бы на мой взгляд и не только на свой взгляд хорошо как бы все вижу картинку картинку я в этом доверяю поэтому мне кажется у нас так и сходится вот что у меня свои плюсы свои минусы дошли свои плюсы и только плюс ну вот возвращаясь все-таки песни да перед тем как она вышла уже там на 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 все площадки на 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 которые должна была выйти вы показывали там друзьям коллегам и знакомым музыкантам не музыкантом просто вообще никому не по ну типа вот на на заценить так как мы вообще никому не показывали мы показали только уже когда у нас была финальная наверное версия мы делали несколько аранжировок разных пробовали по-разному все в разных тональностях и сами записывали и даже когда были на съемках в лиссабоне уже дали не за несколько дней до релиза мы перезаписывали там какие-то партии голосовые уже там на студии в лиссабоне то есть у нас был такой прям интересный творческий процесс а за обыдь серьезные перфекционисты да да иногда мне кажется это через чур даже у нас ну да но я продерживаюсь мнение что должно идти из души и вот написал тебе нравится и точка нечего вот как бы спрашивать а классно это или не классно делай то что нравится угу лиссабон на был выбран почему для съемок клипа честно признаться мы в этой стране были уже четыре раза вот сейчас скоро полетим пятый раз мы просто влюбились и все это за год это потрясающая страна потрясающе чем вот можешь ее описать там вот в паре предложений могу но это свобода дух пиратства приключений и такого знаете ну немного дикой европы с океаном такого нет нигде больше при этом ты как будто немного на мой взгляд погружаешься в детство потому что мы есть какие такие моменты которые у нас были вот в моем детстве то есть страна немного то есть не самая развитая и чуть-чуть дикой да 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 своя романтика ну по сравнению там с другими странами европы такие не знаю с италии с францией то есть мне кажется что там там только зарождается туризм там лет пять назад еще вообще не было туристов и сейчас только они поехали и там звучит потрясающе португальский язык то есть вся бразильская музыка которая есть ты ее спокойно там дарю еще не говорит по-португальски нет пока нет но собираюсь лиссабон и ждешь любого же но картинка в клипе мне кажется во многом напоминает то как проходят ваши дни в вот лиссабоне португалия то есть там много любви много какого-то сумасбродства свободовать ветер что в голове как-то прям у нас основная задача была сделать акцент на какой-то такой полетный минор ну вообще полетное состояние и на самом деле задача была с режиссером это говоришь что просто наш инстаграм должен был уже музыкально жить в плане это такое было продолжение нашего лайфстайла инстаграма и нам самим это хотелось сделать уже так более масштабно вот и поэтому ну вроде даже что-то получилось скажите а вы реально вы так живете как это как в инстаграме у вас все красиво у вас вы всегда идеально выглядеть оба всегда идеальный нарядок идеальная обстановка вот знаете вот смотришь на вас и думаешь господи ну это же как как в 24 часа в сутки или нет слушай ну вот не скажи я на самом деле очень часто без мейка очень часто и на фотографиях и в stories и вообще во влоге мы показываем себя таким каким мы есть и специально наоборот ничего не делается но я просто могу сказать что и я тоже я всегда любил ну чтобы была красивая обстановка вокруг и даже не знаю заведение там ну какая у вас свадьба была роскошная то есть мы к этому просто в жизни стремимся наверно нам так нравится жить нужно и я в детстве занимался в коллективе и мы очень много ездили с гастролями по европе я с детства еще на впитал от этого не знаю ощущение визуально наверное адашу ли жила в англии и тоже путешествовал поэтому ну как то не знаю в плане того что там тоже все говорят о вас такие идеальные отношения там это типа так все да слушайте мы так же ругаемся как и все нормальные люди и до больших конфликтов доходят на чисто всего вообще абсолютно нормально но дано в плане визуала почему ты про это про все спрашиваешь нам нравится австралийские скандинавские мотивы и вообще европейского ты тут свобода и чувство стиля а кто дома отвечает за чистоту вот такой вот у меня сейчас не замены вопроса я отвечает но мы недавно переехали загородный дом и там просто ну а вот одному не справиться и у нас есть там не человек который приходит помогает если она не может то и я подключаюсь каким-то моментом что это здоровый дом как бы полы вместе можете короче нет ну не полы я не могу я не допускаю пропылесосить я могу какая-то молодец просто молодец все все большие буквы должны быть написаны и кормишь наверно да тоже ваню слушай вот с этим сложнее но хоть что-то еда это уже ну я же не могу без еды давайте об этом поговорим чуть позже несколько минут и мы продолжим друзья ой вода 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 у нас сегодня этим утром в гостях на стране fm скоро 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 мы будем все вместе смотреть и обсуждать ваш дебютный клип и кстати у вас же уже и дебютное выступление даже состоялась слушать а можно говорить иван да дарья иван да дарья все уже и лимур тужур тоже сюда и все да все уже сказали назвались вода и уже будьте водой как каково вдвоем вам было выступать как кто больше нервничал я на самом деле перенервничала очень за что-то больше всего волновалась просто все за выход на просто потому что был большой большой перерыв ну слушай девятнадцатый год в серебре ты закончила выступать в шестнадцатый получается три года ты как певица не выходила на сцену да а реально ты же в мае да ушла получается ровно три года до прошло и мы ну честно мы дома прям все репетировали там у нас есть такой холл и мы прям в нем репетировали готовились что получалось что-то не получалось и потом когда приехали на площадку тоже там сцена другая была не такой как мы представляли там нам пришлось кое-что менять до подстраиваться но в целом не знаю я тоже переживал я хотя ну переживаю перед любым выступлением вот но здесь тоже я переживал потому что в любом случае это первый раз и это первое впечатление и причем это такая большая съемка большой концерт и первое впечатление можно произвести только один раз как бы мы вместе вышли ну это факт да и ну не знаю я прям кайфанул слушай а в итоге что получилось когда вот это уже закончилось ты минуты уже спокойно выдохнула все уже все позади да ой ну даже так положила головку на плечо вы сами вы сами себе как сказали что круто мы это сделаем еще претензий никаких нет самим себе или все-таки блин может было по-другому ну конечно я всегда я всегда недовольна так по-другому всегда есть к чему стремиться всегда нужно развиваться быть лучше но главное что это было по-настоящему ну наверно раз так говорите да но я тоже там после всех концертов мы всегда с ребятами и тут мы тоже сели разобрали все косяки какие у нас были чтобы на будущее их уже не было ну так как бы так структурированы все обсудили и вот вчера у нас было тоже неформальное выступление на день рождения нашего друга там уже было все врать без волнений поэтому потихонечку вливаемся это после неформального дня рождения вы переночевали в капсульном отеле смотрите ну вместе выступаете вместе в одну капсулю ну что же что это прекрасно а вот кстати ощущение по поводу выступления вот в рамках уже вода и твое выступление первое в серебре помнишь его да конечно сильно другие эмоции совершенно другие то выступление было в иркутске для меня было просто как будто я прыгнула в ледяной бассейн и помню флэшбэками то есть отрывками прям а тут все таки я все равно все контролировала на опыт есть потому что она где так переживаю я хочу сказать вообще максим фадееву и группе серебро за огромный опыт лени темникова оли серябкиной как раз еще последняя вот вы уже успели еще как раз вот выступить в составе стемникова и серябкина все втроем девчонки меня действительно многом научили и вообще и максим саныч тоже потому что я пришла совсем зеленый но с большими амбициями а сейчас я четко понимаю что делалось как работать и вообще чего ты хочешь ну вот по словам ваня ты была чуть ли не со режиссером вашего дебютного клипа ну я отвечала за визуальную часть за картинку а художественного образования у тебя нет то есть это просто природная твое да как-то чуть-чуть да нет я училась в театральном ну и рисует неплохо да ну там все что нужно вообще у тебя есть мне кажется сколько у тебя у вас времени ребят уходят в день на инстаграм вот если честно слушай на самом деле очень много очень много и это занимало все мое время особенно когда ты ездишь в эти поездки блогерские тебе нужно там быть и сразу же выложить контент а контент не выкладывается просто так его нужно обрабатывать на самом деле это не все так не так просто как кажется даша скажи пожалуйста для тех кто не понимает блогерская поездка это что это вот как гастроли артиста только блогер выезжает к своим поклонникам фанатам или это рекламная история где-то рекламная история есть бренд который тебя приглашает ты приезжаешь туда делаешь публикации и собственно ну это как пресс-тур как раньше журналистов приглашали на какие-то там тест-драйвы машины или что-то еще теперь инфлинсеров да здесь также вот приглашают инфлинсеров и ты приезжаешь на два-три дня есть четкая программа по которой ты действуешь и ты просто снимаешь себя уже вот в этих обстоятельствах у тебя есть костюмы заранее собираешь чтобы в этих предлагаемых обстоятельствах себя снимать то есть все продумывается до мелочей это кажется еще до говорят а она ничего не делает она блоге она только путешествует да 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 посмотрели наверно до последний выпуск собчак летели до самолёте посоветует ребята посмотрите там у меня есть предложение прямо сейчас будет ваш клип будет считать официальная примера потому что вы авторы авторы этой песни этого клипа здесь у нас гостях музыкальный союз творческий союз вода песня называется первая крыша давайте уже посмотрим еще раз мы тоже еще раз посмотрим большим голосом послушаем и потом к вам вернемся и единственный в россии самый яркий самый музыкальный телерадиоканал страна фм на всю страну да у нас разговор не прекращается за кадром и когда эфира нет мы бесконечно мы только что вот совершили официальную примеру клипа с первой крыши творческого союза в вода ребят давайте официально вас поздравляем спасибо аплодисменты от страны фм реально достойная работа и мы тут просто дискутируем с ваней что-то носишь в руке и что это за сумочка там в машине ездить с вами все время оказалось сундук это сундук это была идея режиссера тараса голубкова тарас привет спасибо тебе за работу с нами это была его идея и он предложил туда вообще ну как бы такой сделать символ как отношение который ну который мы очень дорожим то есть этот сундук и в нем там что-то должно было быть и мы думали что там может быть были предложения что может быть там сердце вообще живое что они они его короче но сюда и потом мы подумали блин зачем нам что-то выдумывать у нас есть у нас есть наши кольца очень клёвые которые мы заказали для свадьбы ну-ка покажите поднимите ваши ручки да у нас их нет мы их не носим они у нас в сундуке лежат ну там же видно было в клипе как это вы не носите вы цитирую ваше пресс-релиз одна из самых красивых и заметных пар в российском шоу-бизнесе быстро кольца надели Юль ну поскольку я сама видишь дома убираюсь я не могу кольца носить они мне мешают ты понял а мне не раз просто одним тем же каждый день слушай да ты я быстро дорасскажу да 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 то есть мы поняли что блин да мы туда просто поместим наши кольца это кольца единственные в мире мы заказывали где-то в где скажи в Японии в Японии у мастера они сделаны из из синтетического опала опала вот который переливается на солнце нереально и мы поняли что реально они там должны быть в этом сундуке потому что это наши отношения они там есть в клипе реально в финале мы же поднимаем их они на цепочке там висят потому что я долго носил это кольцо на цепочке потому что так как мы заказывали без примерки оно чуть толстоватое но оно мне жмет это кстати еще один момент почему мы их не носим ну да потому что не совсем удобно вот так вот просто в них все время ходить ага ага а учитывая то что сейчас вообще Дарья ты стала ну такой тростинкой ну просто ну ты всегда была очень стройная и сейчас мне кажется да то есть мне тяжелее прям вообще руку оттягивать еле идет просто вниз Дашки о чем хотел спросить по поводу вот твоей инстаграм истории да твои поклонники без словно все знают многочая их огромное количество но есть люди которые не знают скажи пожалуйста как действительно интересно как все началось я расшифрую вопрос это вот у тебя было мало подписчиков и ты сама решила что теперь я буду заниматься этим тем более у тебя был период когда ты с музыкой вроде бы все да тебе понравилась эта блогерская история или вдруг ты видишь что люди-то потянулись и с ними что-то надо делать подписчиков становится больше и больше то есть вот кто кто был первый здесь твое желание или люди которые потянулись к тебе ну если честно я все таки была ну конечно и причем в 2012 году тогда начала развиваться инстаграмная вот эта история и так получилось что я начала сотрудничать с одним австралийским брендом который мне прислал одежда по бартеру за то чтобы я им сделала фотографии а у меня оставалась эта одежда с той поры я поняла что эта история инстаграма развивается очень активно и нужно туда втапливать брэндов в мире много не только в австралии все могут бы присылать и ты можешь сфоткаться да 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 И мне просто это было очень интересно. Я занимаюсь фотошопом лет с 13. Мне просто это нравится. Мне нравится делать фотографии. Нравится придумывать какую-то красивую историю. Необычную. А скажи, а вот эти свои знаменитые рубрики, где ты переодеваешься, да, вот для тех, кто не в курсе, я поясню, я очень люблю просто смотреть. Даша там в течение одной минуты показывает много разных луков, но начинается все с первого лука, где ты вот как бы в нижнем белье. Ну, конечно, как куколка одевается. На самом деле, это очень полезное видео. Девочкам посмотреть, взять на заметку, добавить себе в сохраненки. Вань, Вань, а как одевать? Ты не против куколки, да, которые наряжаются нормально? Нет, я режиссирую все это. А я все время думаю, кто за кадром? Специально нанятый человек или Ванек там стоит? Слушайте, на самом деле, я бы сейчас быстро впишусь про Инстаграм, потому что в 2012 году вообще такой темы не было. Мы когда познакомились, у Дашули тогда было 5000 подписчиков. Вообще-то 7. Это в корне не отделано. Не надо, когда у всех было типа там 200-300, и только все думали, что такое Инстаграм, там для чего его использовать. И мы тогда познакомились, и я смотрю, что она уже делает очень крутые фотки. И это как раз тот случай, когда мы познакомились через друга, и я увидел фотографии сначала ВКонтакте. Это тот случай, когда фотографии реально совпали полностью. Ну и даже она еще краше оказалась. Я много фотошопляю. А при этом еще умная, сообразительная девчонка с мозгами, как бы это точно. Еще выбираться умеет. Интересный вариант. Тогда мы еще не знали об этом. А скажите, а поясните, что значит фраза где-то у вас? Не важно, у меня ваши Инстаграмы, они уже сплелись воедино. Кто-то написал, что как хорошо, что мы вместе, несмотря на то, как вот нас там судьба разъединяла точно. Я, естественно, не так процитировала. А что значит? То есть вы как бы не сразу случились. Мы не с первого раза сошлись, да. Потому что, когда мы познакомились, это был как раз тот день, когда Дашюри подписала контракт с Серебром. С Серебром. Да, ладно. Да, мы только познакомились вроде как. Я тоже тогда уже там что-то писал, что-то пробовал. Такие вот, знаете, юные творцы вроде, хотящие что-то миру доказать. И мы тогда начали общаться, месяц пообщались, ну даже начали встречаться. Как-то месяц постречались и что-то не знаем. Да, Ваня, чего тебе, не знаю. У тебя просто, ты был молодым. Я был в огне, да. Горячим. У тебя было много вариантов. Слушай, я понял, как в истории с клипом последнее слово, оно всегда задание. Я вот только хотела это сказать. Да что ты там говоришь? Что я была в таком? Аж даже голос меняется дальше. Сейчас я тебе объясню, как было на самом деле. Ваня, подожди. Ты что ты говоришь? Ребята, спасибо вам большое, что вы выбрались из своего капсульного отеля. Сегодня утром презентовали ваш новый творческий союз, клип, свою прекрасную пару. Это утро было прекрасным благодаря вам. Кстати, летом что, куда? Вот у нас 10 секунд. Мы сейчас летим к дедушке на день рождения, а потом в Португалии как раз в июне. Там и второй клип, да? А там как пойдет уже. Спасибо, что пригласили. Слушайте, мы прям заранее говорим новые песни, новые клипы. Да и вообще просто приходите к нам. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Прям вам огромных-огромных успехов. Друзья, мы с вами прощаемся тоже до завтра. Как обычно, вернемся в 7 часов утра. Юлия Егорова. Самое крутое на свете Влад Ктузов. Это телерадиоканал. Странно. Ф1 на всю страну.